Вечерняя Одесса Дизайнерский тандем Александр Капсуман и Любовь Паук сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, дорогие гости. Александр, Любовь, предлагаю вам вначале представить себя вот несколькими фразами, вот так, как вы себя ощущаете. Мы с Любой творческий тандем, как вы успели заметить. Я дизайнер одежды, Люба дизайнер аксессуаров. Мы работаем, можно сказать, в одной связке, уже сделали несколько показов в Одессе и за ее пределами. Да, Любовь. Александр уже многое сказал о нас. Я лишь дополню, что мы дополняем друг друга, вдохновляем друг друга и стараемся сделать все, чтобы коллекции радовали одесситов и украинцев в целом. А вы всегда вместе работаете? Уже год вместе работаем. Три коллекции мы вместе выпустили. Давайте уточним, Александр, вы дизайнер одежды. Совершенно верно. Любовь дополняет вашу одежду яркими аксессуарами. Я бы не стала четко обозначать границы обязанностей одного из участников нашего тандема, потому что каждый из нас, в принципе, дизайнер универсал. По большому счету, Александр, когда есть необходимость, он придумывает и сумки, и аксессуары, и одежду, все, что необходимо. То есть дизайнер не может быть совершенно узконаправлен. Возможно, он не делает это своими руками, но придумать, задать идею, всегда происходит это в дизайнерской голове. Я тоже могу сделать различные направления и платье, если есть необходимость, и сумку, и шляпку. То есть обмениваясь идеями, мы рождаем то, что в итоге вы видите как продукт коллекции. Да, чай кожи мы обязательно увидим. То есть вы действительно самые настоящие, что ни на есть, творческий тандем. Стараемся. Вы творите моду, вы создаете настроение, вы управляете нашими эмоциями и отчасти являетесь волшебниками и своеобразными даже богами, может быть, да? Ну так, ведь так, да? Вот это тешит ваше самолюбие или все-таки это действительно труд, тяжелый труд? Тешит самолюбие, конечно, когда ты видишь готовый продукт, когда ты видишь человека в своем изделии. Это очень приятно, особенно когда улыбки, глаза горят. Ну, естественно, это труд. Это и умственный труд в том числе, не только физический. То есть перед тем, как что-то создать, нужно очень хорошо подумать для того, чтобы это воплотить в жизнь. Ну, так. Любовь? Ну, вы так прямо громко сказали, боги, творцы. Нет, на самом деле мы просто облекаем какие-то идеи. Возможно, нам дано даром свыше такое видение чего-то красивого, чего-то интересного, что мы бы хотели увидеть и на других людях. В форме одежды, в форме аксессуаров, в форме какого-то стиля, возможно… Образа. Образа, да. И насколько велика радость, да, когда вы дарите радость другим. Абсолютно верно. Когда ты видишь вокруг красоту, сердце поет. Чудесно. В начале апреля в Одессе прошел уже традиционный фестиваль моды «Одесса Fashion Day». И ваша совместная коллекция внесла вот в эту феерию стиля и моды свою изюминку, да? Вот расскажите об этом, как вы себя представили, вам понравилось или нет, и в принципе вот как прошел это событие, какие ощущения, может быть, что-то было не так, что-то бы хотелось изменить на будущее. Мы, во-первых, готовились очень долго, и, наверное, из-за вот этой подготовки немного нервничали, плюс мы закрывали Одесса Fashion Day, и уже когда уже наступит этот день, когда мы уже сделаем этот показ, когда это все произойдет, вот это вот напряжение, оно естественно было. И когда это уже все произошло, эти 15 минут, не знаю, яркости этого счастья, естественно, мы уже были выжаты настолько, что уже просто невозможно. И действительно счастье вот это вот, когда, ну, аплодисменты, люди улыбаются тебе в ответ, то есть видно, что это действительно нравится, что это красиво, то есть ты понимаешь, да, ну, по-любому к своей работе предвзято относишься, там, да, себя не поругаешь. Себя чего-то не хватает, вот так кажется. И когда ты видишь, что люди действительно одобрительно, ну, отзывы, и все это положительно, и очень приятно на самом деле это было, ну, не знаю, Люба, может, меня дополнит. Я тут продолжу, Саша, на мысль, фейерверк эмоций, которые мы испытали, трудно передать, потому что для меня это как одна яркая вспышка, я даже сейчас затрудняюсь разобрать по деталям. Само событие Одесса Fashion Day большое, действительно большое для нашего города, и когда ждешь три дня, чтобы в конце третьего дня уже получить отдачу, получить оценку своей работе, получить, не знаю, взгляды из зрительного зала, получить обратную связь, это непередаваемо. Сложно передать словами эмоции. На самом деле мы участвуем во многих событиях. Это и конкурс Carsterval Family, это и одесский фестиваль, уже полюбившийся Катафест, который проходит несколько раз в году. Катафест выступает частично, то есть у нас много дружественных проектов, которые перетекают один в другой. Уже сложно говорить об одном каком-то проекте. Что происходит на Катафесте? На Катафесте происходит большой фестиваль альтернативного искусства. Того искусства, которое ты не видишь, возможно, каждый день, но оно есть, оно живет, оно существует. Это иное, возможно, искусство. Оно красивое, манящее, интригующее, и мы рады, что мы можем выступить частью этого искусства. Очень приятно осознавать, что твой труд — это не просто, скажем так, какой-то физический труд и приложение усилий, а причисляется к разряду искусства. Это невероятно приятно осознавать. И вот сейчас готовится летний Катафест. Вы примете участие в нем? Мы надеемся принять в нем участие. Мы пока не обсуждали с организаторами. В каком формате это будет? Да, в каком это будет формате, как. Но я уверена, что если нас пригласят, мы с удовольствием примем участие и будем помогать всеми силами, как можем. И покажете нашим одесситам и гостям города что-то, как всегда, яркое, интересное. Будьте уверены, тандем Александр Капсамун и Любовь Паук будут продолжать вас радовать. Ну что ж, давайте посмотрим все-таки, да, познакомимся с вашей коллекцией. Уверена, что наши телезрители, часть наших телезрителей, конечно же, уже вас знают, знают ваш стиль, да. Но давайте познакомим тех, кто не видел и сейчас получит удовольствие вместе с Александром Капсамуном и Любовью Паук. Внимание на экран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я считаю, что это действительно работа двух дизайнеров, которые совмещают, на первый взгляд, несовместимые вещи. Потому что, когда мы одеваем модели для показа, не только смотрим, чтобы, допустим, аксессуары и одежда вместе смотрелись, но еще и подбираем под типаж модели. То есть это тоже немаловажный аспект, который мы учитываем. Ну вот это, наверное, самый трудный момент. И плюс еще в спешке это все происходит, да, Люба? Поэтому как бы вот так вот. А отдельно Любы на аксессуары и моя одежда создаются, ну как сказать... По вдохновению. По вдохновению. Независимо друг от друга. То есть у нас полная свобода. Мы не зависим друг от друга. То есть я не пытаюсь задавить Любу своими какими-то идеями или Люба меня. То есть поэтому, наверное, и получается очень простой рецепт, в принципе. Поэтому получается такое вот, что вы увидели. Ну действительно вот много разного, вот в одной форме, но достаточно привлекательная форма. Спасибо, она очень приятная. Почему Микки Маус? Хороший вопрос. Я сама себе его часто задаю. Почему именно образ мышки из мультика? Наверное, потому что это образ, наполненный радостью, наполненный какими-то приятными ассоциациями, приятными воспоминаниями. Когда ты смотришь на что-то милое, например, на мышонка из мультика, невольно лицо озаряется улыбкой. Сейчас весна. Мы готовили эту коллекцию именно к весне, к весенне-летнему сезону. Хотелось радости, хотелось красок, хотелось какого-то озорства, где-то даже хулиганства. Поэтому я позволила себе какие-то такие маленькие шалости, капризы. Я же девушка, я могу себе это позволить. И вещи Саши, они действительно позволили мне развернуть всю свою фантазию на полный ход. Конечно же, не в самый последний момент мы начинаем обсуждение и подбор. Да, совмещать. Нет, действительно, как Саша сказал, совмещаем мы уже непосредственно перед выходом на примерки, когда мы подбираем модели и образы для них. Но до этого мы уже знаем, что приблизительно какая тематика, какие цвета. А без этого тоже не обойтись. Основы, да. Но все равно конец у нас неоднозначный получается. То есть мы до конца не знаем, не видим, что будет. То есть мы совмещаем это уже непосредственно перед самым показом. Было бы грустно или неинтересно, если бы было все по заранее запланированному год назад сценарию. Никакого творчества не оставалось бы, так как мы все-таки спонтанные люди. Где-то в последний момент приходит самая лучезарная идея. Именно она и рождается, и выходит на подиум непосредственно. И радует каждого из нас. Вот о цвете, да, мы поговорили. Вот глядя на вашу коллекцию, точно так же. С одной стороны, да, белый, бежевый. С другой стороны, темный, черный, коричневый цвет. И вот как экватор, модель, да, была одетая в красное. Что с цветом, какой все-таки модный сегодня, любимый? Я понял, часто задают вопрос, какой модный цвет, что носить людям, как и что. Объясняю, никогда мода, ее невозможно посчитать. Она никогда не была таким предметом, как физика или математика. И это огромный плюс для творческих людей, таких как мы. То есть мы можем себе позволить абсолютно все. Почему такие цвета я выбрал? Не потому, что я где-то вычитал, что они модные или еще что-то. Многие цвета, такие как коричневый и бежевый, которые вы увидели, они мои нелюбимые. И я их использовал только для того, чтобы понять, насколько я могу с ними работать. Красный цвет, это было яркое пятно, потому что должен был быть эффект неожиданности какой-то. В этом всем акцент, да. Ну, Люба достаточно много акцентов оставила. Вообще, изначально это были белые, серые и черные цвета. Я хотел использовать именно их. Они нейтральны, и на них можно увидеть любые детали. И как и любые украшения, так и, допустим, особенности кроя, которые я там применил. То есть это были основные. Коричневый и бежевый, как я сказал, это уже были дополнительными цветами. Ну, и красный, это уже было, в конце я уже так решил, должен быть какой-то акцент, яркое пятно какое-то. То есть померить моду, формулу вывести невозможно. Что ж, Одесса наша замечательная с вами, да, она всегда держится особняком. В хорошем смысле этого слова. Она самая весёлая, она самая колоритная, она самая необычная, тёплая и так далее. Но вот можно ли сказать, что она ещё и самая модная? Здесь я имею в виду не модниц, да, которая действительно самая модная в Одессе. С этим сложно поспорить. А вот авторов одежды и аксессуаров. Вот вы и сотрудничаете с другими дизайнерами. Пока ещё не было такой возможности, но я уверена, что мы к этому тоже придём. Потому что объединение, в объединении сила, как говорится. Многие, не секрет, что многие именитые дизайнеры украинские родом из Одессы. И почему бы не сказать, что Одесса является действительно очень модным городом. Является ли она самым модным городом? Наверное, каждый про свой город так может сказать. Потому что это город любимый, это город родина и единственный, самый лучший. Наверное, для нас, Саши, Одесса действительно один из самых модных городов нашей страны. Может быть, и во всём мире. Но если говорить о людях, то, конечно же, наши люди отличаются от всех остальных. У нас одеваются ярче. Это даёт дизайнерам возможность открыть свои таланты. Пошалить. Конечно. Но лично мне. Александр, давайте посоветуем всё-таки нашим, вот вы сказали, что вы не любите советовать, но давайте всё-таки посоветуем нашим девушкам, молодым парням, которые нас смотрят, вот что нужно, как себя вести, что нужно одевать, чтобы всегда быть яркими, стильными, модными. Я понял, я понял Ваш вопрос. Я думаю, что в первую очередь нужно дома иметь хорошее зеркало, чтобы себя видеть перед тем, как выходить на улицу. Второе, что, ну это была, конечно же, шутка, второе, что нужно, это следить за какими-то тенденциями, не только в Украине, но и что происходит за рубежом, смотреть показы. Всё-таки мода имеет значение. Ну, если человек хочет быть вовлечён в это, то, конечно, да, он должен разбираться в каких-то базовых хотя бы моментах. И, естественно, следить за своим внешним видом. Могу сказать такое, что даже в недорогой одежде можно выглядеть суперстильно и необычно. То есть, что бы я не советовал, конечно же, пусть лучше Ваш образ будет, как сказать, менее ярок, да, пусть он будет немножко как бы недоделан, чем он будет перенасыщенным. То есть, пусть нарядным будет всего лишь ёлком на Новый год, не нужно наряжаться слишком изысканно. Чуть-чуть небрежности, чуть-чуть можно небрежности. Ну, в принципе, всё. Так, я думаю, основные можно найти на просторах сети, основные советы там или в журналах. Любовь, а что касается аксессуаров, вот, что бы Вы посоветовали? А здесь сложно дать какой-то конкретный совет, потому что сейчас настолько много в моде, что сложно в неё не попасть, что касается аксессуаров. В моде и крупные, и мелкие, и яркие, и сдержанные, и золото, серебро, бриллианты, и бижутерия. На самом деле, у модниц сейчас и у модников такой простор для Выбора. А что нравится Вам? А я люблю крупные вещи. Вот, например, какое-то кольцо. Мне нравятся массивные аксессуары. Это могут быть кольца, серьги. В основном я ношу такие вещи. Но это мой личный выбор. Наверное, просто мне это по душе ближе. Шляпка. Тоже неплохой аксессуар для девушки. Хорошо, да. А рецепт хорошего настроения? От Ольги Паук и Александра. Как сам она? Ну, наверное, для того, чтобы... Все-таки весна, лето, да? Хочется улыбаться чаще. Я понял, я понял. Для того, чтобы улыбаться, для того, чтобы себя чувствовать уверенно в той одежде, которую Вы выбрали, Вы, в первую очередь, должны, конечно же... Она должна нравиться, эта одежда, в первую очередь. Когда человеку она нравится, естественно, он и себя по-другому чувствует. Поэтому, выбирая одежду, смотрите... На свои ощущения. На свои ощущения, да, в первую очередь, конечно же. Ну и не забываем про зеркало дома. Помнили? Про зеркало мы запомнили, да. И вот последний вопрос хочу Вам задать. В шоу-бизнесе, ну, редко когда так случается, что тендемы вот выживают и идут долго-долго. Вот Ваши планы на будущее? Вы планируете быть вместе, творчески вместе? Какие планы на будущее? Планы у нас, конечно же, обширные. Я думаю, что мы с Сашей будем творить вместе до тех пор, пока мы будем друг друга вдохновлять. Пока это будет приносить пользу. Конечно же, у каждого из нас есть свои какие-то проекты, свои линии. Мы не сковываем друг друга. Наоборот, хотели бы друг другу помогать и расширять горизонты, и двигаться вперед и вверх. Не будем загадывать наперед по годам. Ну, значит, впереди и у Вас, и у нас, да, Ваших потенциальных покупателей, скажем так, да, много нового интересного. И я Вам искренне этого желаю. Дерзайте и радуйте нас. Спасибо Вам большое. И дальше. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, а Вам я желаю и всем нам желаю весны в душе, в глазах и, главное, в одежде. Как впустить в себя эту весну, нам подсказали дизайнеры, дизайнеры одежды Александр Капсамон и дизайнер аксессуаров Любовь Паук. А мне остается только с Вами попрощаться и пожелать Вам всего самого хорошего, удачи и приятного вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует.